Привет всем! Как меня слышно, поставьте плюсики. Как же я люблю этот день, когда начинается гур! Ура! Гур! Супер! Давайте так, начнём сразу. Отпросились два человека. Сейчас озвучу, кто. Это Громанчук Надежда и Ряшина Наталья. Больше никто не отпрашивался. Записано 15 человек, вернее 16, но одну девочку я допустить не могу, она ещё не прошла даже школу. Где остальные? Булавцев не записан. То есть получается 9 человек всего. Алло, где ваши партнёры? Давайте соберёмся. Миша, отметь, пожалуйста, в журнальчике зелёненьким, кто присутствует, а кто нет. Ну что, поехали! Я вас поздравляю, вы сделали правильный выбор. Гур – это, вы знаете, серьёзная ступенька в развитии лидерства. Мы сегодня с вами будем говорить как раз о лидерстве. Что вы пройдёте в этом обучении? У нас будет несколько тем. Ну, по большому счёту, это их будет 9. Десятая она будет ознакомительная. И выпускной бал. Может быть, так получится, что выпускной бал у нас совместится с каким-то мероприятием, например, с подведением итогов. А может быть, нет. Посмотрим, как дело пойдёт. Это все темы, которые вы перед собой видите. Темы будут вести разные спикеры. Многие из них будете вести вы сами. Кто-то ещё подошёл, ура! Кто там подтягивает, смайлики ставьте. То есть, эти темы будут вести уже сами наши партнёры, даже те, кто проходит бизнес-школу. Это очень круто, да? Обучаясь, мы учим. То есть, получаем, сразу отдаём. Это самые мощные результаты мы получаем в этом случае. Три кита нашего бизнеса. Это собрать ключевую команду, раскрутить личный бренд и раскачать в себе лидера. Ребят, лидерами рождаются. Все абсолютно родились лидерами. Но потом что-то происходило в вашей жизни. И влияние извне, окружение, там школа, детский садик, университет, ваш двор, родители, ваши все предки, друзья, родственники, они все влияют. И некоторые влияют не самым лучшим образом. Вместо того, чтобы раскрывать потенциал, многие, наоборот, гасят. Так нельзя, не делай, не лезь, не ходи, там плохо, там страшно, там больно и так далее. То есть, потихонечку в человеке лидера гасят. И потом мы работаем над тем, чтобы его расковырять. Поэтому это личное дело каждого, кто хочет меняться, а кто нет. Вы хотите меняться? Честно только. Поставьте пятерочки, кто хочет перемен. И чувствует, вот прям, знаете, как это я говорю, иногда чувствуешь какое-то слово. Хочешь сказать и не можешь вспомнить. На языке прям крутится, а ты его, ну, никак, ну, не идёт, да? И вот то же самое, да, вот я вроде бы хочу, я чувствую, что не хватает какого-то одного секретного ингредиента. И тут раз, и он появляется, этот секретный ингредиент. Правильно? Давайте с вами прямо сейчас сразу договоримся. На ГУР, на занятие ГУР мы вас заранее приглашать не будем. И больше смс-ок вы получать не будете. Вы просто ставите себе в телефоне напоминание, что вторник и четверг в 19 часов по московскому времени вам нужно быть уже в этой комнате. Не когда уже 19.05, а без пяти 19 лучше, да, 18.45. Даже заходите, слушайте музыку, пока занимайте место, грейте себе. Хорошо? Кто меня понял и услышал, что на ГУР вы приходите сами? Тут начнётся отработка лидерства, потому что лидер, он всегда вовремя. Он никогда не опаздывает, и он никогда никого не подведёт. Всё отлично. Об этом мы говорить не будем. Здесь обучение пожёстче, чем в бизнес-школе, потому что возможности открываются безграничные, и мы теперь будем из вас делать бриллиантов, такие, да, огранку добавлять. Ребят, что очень важно? Ваши мечты должны вас вдохновлять. И я вот последние несколько дней общаюсь с коллегами из разных структур, из веточек, с новичками, со старичками, со всеми, и выясняется, что многие, как это сказать по-простому, ну вы меня, наверное, понимаете, не связали свою жизнь и проект, не впустили ещё Арифлейм в свою жизнь. Что значит впустить Арифлейм в свою жизнь? Это значит, что вы поверили на 100%, что этот бизнес, эта команда, этот проект помогут вам реализовать все ваши мечты и цели. Вы должны чётко верить, что ваши мечты все абсолютно могут осуществиться. Вот давайте честно, положа руку на руку, на Библию, да, сетевика, на 10 уроков на салфетках, скажите честно, вот вы горите внутри, вы чувствуете, что вас прям зашкаливает? У кого есть такое состояние, что вы даже спать не можете? Есть такое вот, постоянно мысля, снится этот проект, снится рассылки. У кого такое есть? У кого пошла колбасня такая внутри? Прям честно. Так, а у кого нет, поставьте минус. Пошло восклицательные знаки, даже очень. А есть такие, у кого пока вот, ну нету никаких колебаний, ровненько всё. Есть такие? Уснуть не могу, это круто, это вообще, это самое крутое. И во сне должны, то есть у всех есть, отлично, я очень счастлива, я очень рада. Ребята, вот знаете, меня вдохновляют, вот поначалу, меня вдохновляли покупочки, то есть то, что я могла, да, имела больше возможностей, получила больше денег, и имела возможность что-то покупать, мелочь всякую. Вы знаете, раньше мечты были вот такие, даже комплектика белья надо было купить, да, там телефончик новый, то есть мечты были малюсенькие, потом они стали больше. А потом, знаете, пришло время, когда я стала мечтать, когда моя команда начнёт расти. И уже свои цели, они стали не первостепенные. Вот это, мне кажется, это высший пилотаж, когда вы уже насыщаетесь, да, и получаете желаемое. И вы начинаете, вас так колбасит, что вы мечтаете быть на конференциях, на банкетах с командой. И вот это вот самое мощное, потому что если вы там, если вы на банкете, если вы на конференции, с вами ваши партнёры, это значит, что у вас всё получилось. Это значит, что вы успешный человек, и все свои мечты можете осуществить. Или на пути к ним вы уже, да, потому что на каждом уровне доход увеличивается. Вы знаете, я всегда сравниваю себя с ребятами из Саратова, Кукушёвы. Мы же с ними объединились в какой-то момент, да, когда вот только начинался онлайн, проектов всё не было, была в Рунете только Басюк Ирина, Аня Черна, по-моему. Больше особо никого мы не видели. И мы были когда-то чуть ли не третьи. Вы знаете, я всё время на них смотрю, то, что мы, я знаю, какие они, какие, да, вот, какие действия мы делали, мы всё вместе, мы придумывали всё, тренинги, мы придумывали обучение, письма сочиняли, сидели в команде. И я просто смотрю, да, то, что ребята смогли, у них что-то перещелкнуло, тоже ведь долго, да, не было результата, а потом что-то перещелкнуло, и за один год их жизнь изменилась с уровня дохода 50 тысяч, вышла на 300 тысяч. И вы понимаете, что это реально, это не сказка какая-то заграничная, да, что кто-то пришёл и рассказал, а это реально. Мы были в Сочи с Мишей вдвоём, у нас Вика не смогла поехать из команды Скляренко, она не поехала на конференцию, хотя квалифицировалась. Мы были вдвоём, а у них было 40 человек делегация. И я поэтому говорю, ребят, всё реально, и мы с вами можем тоже сделать такой рывок и оказаться вот в толпе, да, будет половина наших, нашей команды. Вот то, что вы видите, на фотографиях, на сцене с чеками будут стоять наши партнёры. Кто это может сделать, коллеги? Точно? Я об этом мечтаю много лет. Вы знаете, мне раньше я мечтала путешествовать или куда-то там съездить. Сейчас вот, да, мы ищем путешествие, но как-то просто поехать отдохнуть, немножко расслабиться. Ну так, чтобы это прям вот, вау, да, там, всё, уже присытились, потому что наездились, насмотрелись, мы знаем, что классно, но мы знаем, что класснее всего, это когда с командой тусишь на мероприятиях. Поэтому я считаю, что мы можем это сделать. Вы согласны со мной? Только в команде, только когда мы вместе, только когда мы вместе объединим наши усилия, обучимся и будем действовать в одном направлении. Окей? Смотрю, ещё народ прибывает, как это радует. То есть всё, какая составляющая успеха? Мечтать. Да, сначала мы мечтаем, потом мы мечту заключаем во временные рамки и дробим или распределяем на маленькие задачи. И начинаем действовать. Почему есть такое выражение, что слона можно съесть кусочками, целиком невозможно его проглотить, но по кусочкам можно съесть. Да, дурацкое сравнение абсолютно. Но оно так поэтично, да, так визуализирует классно, потому что слон – это самое огромное животное, и его нереально просто, да, кажется съесть. И не хочется его есть на самом деле. Но если вы понимаете, что это ваша огромная мечта, вы можете добиться, но только действиями ежедневными. Кто готов каждый день действовать без выходных? Есть такие люди, которые готовы прям каждый день? Мне кажется, вы все здесь такие. И вот он, наш слон. У каждого свой слон. У кого-то слон – это стать директором, у кого-то слон – это стать бриллиантовым директором, а кто-то хочет президентскую команду. Слон у каждого свой. Ребят, но самое главное, что вы должны понимать, что вы достигнете этой цели, если каждый день будете прикладывать усилия и фокусироваться на действиях. Как я делаю? Да, быть профессиональным, да, раскручивать личный бренд, да, фокус такой держать, чтобы притянуть теплый рынок. Как вы думаете, почему мы все время говорим про теплый рынок? Хотя многие рекрутируют с холодного. И вот напишите в чате, кто пришел с теплого рынка, а кто с холодного. Давайте, вот кто с теплого. Поставьте пятерочки, а кто с холодного, поставьте восьмерочки. Мы сейчас посмотрим, сколько больше людей. Кто пришел по блату, а кто пришел по холодному. Так, пятерочка. Раз, два, три. Восьмерочек пока вижу тоже три. А остальные пока пятьдесят на пятьдесят. Четыре пятерочки, четыре восьмерочки, пять восьмерочек. А, то есть видите, и так, и так есть, то есть выход. Но если анализировать команды, вот крупные, которые выросли быстро, тех же Кукушовых берем, Родионовых, Надю Санникову, ну, кто крупные, да, лидеры, вот реально, вот они показывают свою статистику по директорам. Директора у них в основном все с теплого. Понимаете? То есть почему мы, да, нет, с холодного тоже есть, но больше с теплого. И первыми стали директора с теплого рынка. О чем это говорит? То, что фокус все-таки нужно держать на теплом. Но, смотрите, иногда бывает такое, что теплый, когда вы его зовете, он сначала к вам поворачивается, да, задницей. Говорит, я не пойду, да это все фигня, я посмотрю, как ты. То есть теплый не реагирует. Почему? Личный бренд не раскручен, пока уверенности нет. То есть говорить надо уверенно. Говорить надо, знаете, как бойко, дерзко так, уверенно, даже, ну, я не говорю нагло, нагло не надо говорить. Надо так говорить, чтобы люди прям офигели. Ну, действительно, да, в крутой компании работает. Супер. И самое главное, если внутри у вас стержень есть, вот это лидерство, а его можно воспитать в себе, вспомнить, да, кто такой лидер, потому что мы начали с того, что лидерами рождаются. Так вот, смотрите, вам нужно бить в одну точку все время, да. Я, личный бренд, лидерство, моя команда, продвигать команду. Сегодня смотрела ролик, забыла, как девчонку зовут, я вам в чате скинула посмотреть, увидела в команде у брюхановой галочки, кто-то скинула, а я открыла, начала смотреть, мне так понравилось. Девчонка рассказывает, она когда пришла к Альбине Тыщенко, это ее директор первый у Альбинки, и она говорит, я-то только пришла, а Альбинка меня в чатах пиарить начала, что я такая умничка, такая я ответственная, да такая я классная, да так я круто школу прохожу. И мне, говорит, стало так, думаю, надо соответствовать этому, да, меня такой промоушен делает. Я, говорит, потом только узнала, что Альбинка сама только на девятку вышла, то есть она сама-то еще была, считай, ребенком, да, новичком. Ну, мне, говорит, так было, аж по ощущениям она, говорит, себя так уверенно вела, как будто это лидер крупного уровня. Я, говорит, даже не сомневалась, что это уже как минимум директор. То есть, да, нужно изначально вести себя, ребят, как вы в голове должны себе представлять. Я директор. И задачи ставят директорские. Ребят, кто меня понимает, что это ваш бизнес? Это мой бизнес. А это ваш бизнес. Вы в моей команде, но это ваш бизнес. И я, если вдруг, да, я уеду, и меня не станет, вы должны вести себя как директор изначально, а в ответе за всю свою команду. Очень часто, буквально, мне кажется, с каждым человеком я такое встречаю, когда вот ситуация такая, что строим спонсорские ветки. Спонсор регистрирует, вы регистрируете. Есть такое? У кого есть такое, что и вы регистрируете, спонсор, веточка, а вы работаете только со своими. А те, которые спонсорские, люди, а вы с ними даже не знакомы. У кого такая ситуация? Поставьте, я не знаю, что, двоечки поставьте. Всех знаете? Потому что это очень важно понимать, что это ваш бизнес, и всех людей, которые к вам регистрируют спонсор, вы их прям хватаете. Это ваш собственный человек, это ваше наследие, это ваша команда. Спонсор может про него забыть. Он к вам записал, и такой, ну, все, это твой человек, на, работай. А вы думаете, что это человек спонсора, и не работаете. В результате что происходит? Человек ни к чей, и никто с ним не занимается. Поэтому вы должны сразу понять, что это ваш бизнес. И все люди, которые после вас зарегистрированы, это ваши, все люди абсолютно. И из них вы будете создавать ключевую команду. У кого написан список знакомых? Лидерство, с чего начинается? Я вам сейчас покажу, где она приготовила. Искала специально, ночи не спала. Ох, теряшки мои. Что я вам покажу, ребят? Я когда пришла к Туровскому и попросилась стать директором, мы с ним договорились, что он мне будет помогать. И он мне сказал, пиши список знакомых. Я сказала, зачем? У меня все в телефоне, вот записная книжка. Он такой, нет, 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 нужно написать список знакомых. Я говорю, да хватит, что ли, зачем это делать? Он говорит, ну как хочешь, я тогда с тобой работать не смогу. Я говорю, как не сможешь? Почему? А потому что это наша будет с тобой база, откуда мы будем брать людей. И дал мне вот такую тетрадочку. Видите, да? У нее 12 листочков, такая маленькая. Что на ней написано? Тетрадь списка знакомых. Понятно? Что в ней написано? Смотрите. Видите? Плюсики, минусы, пометки, выделены фломастерами. Это что такое, ребят? Это вот она. Видите? Вот листочки все исписаны. Вот они. Вот они. Здесь может что-то из вас даже есть. Вот они. Опять шпаргалочка. Что это такое, ребят? Вы что думаете? Я не писала списка знакомых? Фу, сидела, корпела, сочиняла, всех вспоминала, выискивала. Их телефоны. А некоторых людей мне вселенная подкидывала. Я их писала, но не знала, как их найти. То есть, да, у меня тут даже вот написано, там, человек оттуда, видела там-то, пересекались там-то. А интересное самое, то, что я их встречала потом то в транспорте, то где-то в магазине, то просто на улице. И брала у них быстренько телефончик. Понятно? Меня хорошо слышно, ребят? Поставьте фрюсики, а то что-то вы примолкли. У кого есть тетрадка со списком знакомых? Тетрадка, чтобы вы могли в ней прям чёркать, писать. Поставьте пятёрочки. У кого есть своя тетрадка со списком знакомых? Пятёрки. В студию. Быстренько. Как вы думаете, почему я за четыре каталога стала директором? За четыре. Вот ответ. Потому что у меня было с чем работать. Я каждый день открывала свою тетрадку и по ней обзванивала людей. И писала, кому дозвонилась, кому не дозвонилась, что сказали, что ответили, кто пришёл на встречу. И кого-то я вычёркивала, у кого-то... Вот красненький у меня выделен, кто зарегистрировался. Конечно, не все регистрировались, но это работа. И у вас не все зарегистрируются. И это нормально. Есть, да, у некоторых? Молодцы. Значит, вы будете директорами очень быстро. Да, это ваша база данных. Лидерами, да, рождаются, надо исправить тут. Ребята, в будущем останутся только лидеры, которые сами себя создали. В будущем останутся только онлайн-бизнес. Создавайте себя сами. Вы сможете. Сами себя создавайте. Каждый день. Как пазлы собирают, да, как вышивают, как рисуют картины. Ведь не может же дом появиться сразу. Сначала роют фундамент, закладывают. Потом, да, начинают возводить стены. Потом крышу, окна вставляют, двери вешают, мебель заносят. Только после ремонта. Поэтому вы тоже можете себя создать сами. Начинайте раскачивать канал YouTube. Следующее занятие у вас как раз будет по YouTube. Тоже одно из моих любимых занятий. Потому что, да, надо раскручивать. Вы думаете, вы там закинули два ролика и всё? Вы раскрутили канал YouTube? Ребята, мы почти каждый день записываем какие-то видео. У нас на канале YouTube практически каждый день появляется какой-то ролик. А у вас, кто давно уже в команде, раскручиваете канал? Потому что канал – это бренд. Вас будут везде узнавать. Почему к нам на банкетах и на конференциях подходят и просят автографы? А потому что люди смотрят нас, учатся, узнают. Каждый день по одному ролику, обучающий, информационный, какой-то, да, интересный, про себя, про свою жизнь. Ваши странички должны быть какими? Яркими, эффектными, чтобы человек зашёл и на этой страничке утонул просто. Вот я обратила внимание, когда Даша Самохина сделала фотографию на снегу в красном платье, у неё после этого всё в бизнесе попёрло. Скажи, Даш, на белом фоне, рыжие волосы, красное платье, и мимо её странички пройти невозможно. Такую страничку забанить невозможно. Стыдно нажать в спам. Такой красавицы, да? Понятно, что для этого, ребят, фотосессии, да, продвижение себя, я-бренд. Круто! Поэтому вот именно это. Я уже несколько дней подряд сижу, у всех праздники, да, я сижу с новичками, работаю, странички анализируем, чистку делаем. Ребят, люди не понимают, то ли они ролики про брендирование смотрят, знаете, вот так вот, на перемотки, на быстрые, то ли вообще не смотрят, но странички у всех никакие вообще. Это такая редкость, встретить человека, у которого правильно оформленная страница. Кто должен работать с Вашими новичками? Вы сидеть с каждым, разбирать, нужна эта фотка или нет? Какой у тебя пост? Где хэштеги? О чем эта фотография? Может быть, ее заменить? А может быть, вот это сделать? А почему у тебя в ленте только все про бизнес? А где ты? Где бренд? Где о тебе, о твоих хобби, о том, как ты на лыжах катаешься, о том, как ты в баню ездила, да, в бочке сидела, там в салоне красоты как-то фитобочки. Да вот, и я целыми днями сижу, это разбираю, потому что я понимаю, что у людей не будет идти регистрация, пока они не сделают себе классные странички. И поэтому первое задание, которое должен сделать человек, который хочет успеха в бизнесе, это классные фотки. Их можно сделать самим, нарядиться, накраситься, одеть что-то яркое, взять в руки букет цветов или просто выйти на природу, в ресторан зайти, заказать чашечку кофе и сделать фотосессию в ресторане, даже на фотоаппарат, на свой телефон, если он хорошо. Но у вас должно быть портфолио, и оно постоянно должно пополняться. Это не головная боль, это творчество, Люба. Смени фокус, и сразу наряды к тебе придут. Это творчество, это очень круто. Отлично. Видишь, как супер. Поэтому вы должны себя брендировать, учиться это прорабатывать каждый день. Вам нужно увидеть конечную цель. Очень важно. Какую вы хотите собрать команду. Потому что у директора должно быть в команде примерно 20-25 ключевых. Какие это люди. Вы знаете, даже будет здорово, если вы до мелочей будете представлять портрет своих партнеров. Это у нас ребята выполняли задания, домашнее я давала, и нарисовали портрет своих партнеров. Некоторые даже прям разрисовали очень круто. И расписывали, какие качества у этого человека, что он умеет, что он делает. У каждого свое такое видение. И я вам рекомендую тоже сделать это себе, для себя расписать, какой мой бизнес-партнер, чтобы иметь прям картинку. И у нас всего-то на самом деле к успеху. Всего 7 шагов. Вы можете себе представить, вот встаньте сейчас прямо, вот на чем вы сидите, кресло, диван, стул. Встаньте, сделайте 7 шагов. Прям посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Легко это или нет? Напишите в чате, как оно вам далось. У кого получилось прям легко сделать 7 шагов? Получилось? Ну надо же! Легко! Ребят, вот это вот, это легко. Вот когда вы себе дадите установку, что этот бизнес легкий, что по ступенькам шагать легко, так же, как и ходить, вы это сделаете. То есть цель какая должна быть? Каждый каталог, куда двигаться? Вверх. И перешагивать с одной ступеньки на другую. Зачем задерживаться? Ребят, по какой причине люди могут задерживаться на ступеньках? Скажите мне, как вы думаете, какая единственная причина может быть, почему люди не шагают вверх, а сидят на каком-то уровне? Ну лень, да. А вот кто не ленивый, да, делает, делает, вроде бы целыми днями работает. И мотивация есть. Страх. Страшно подняться. А что тут страшно? Маш, что тебе страшно 30 тысяч зарабатывать дополнительно? Мышление не рекрутирует. А самое главное, самое главное, кто догадает, почему люди не перешагивают с одной ступеньки на другую? Ну-ка, вопрос на засыпку. Это относится к лидерству, ребят. Подсказку вам такую даю. Так, что-то у нас Гришина, Наталья, не участвует в обсуждениях. Так, лень в голове не готова, не верят. Ну-ка, думайте, думайте. Есть цели, всё есть. Ответственность. Не пускают Арифлейм в себя. Я тут. Наташа, Гришина, вот скажи, почему люди не перешагивают с одного уровня на другой? Легко прям. Ну как, вы же ответственные люди, вы рекрутируете. Рекрутируете. Арифлейм впустили. Заказываете, любите. Ответственность взяли вроде бы. Да, всё. Но самое главное, почему люди не шагают? Помогать? Вот, горячо, Анют. Прямо горячо. Молодцы. Потому что, чтобы подняться на ступеньку выше, вы должны поднять человека. Вы берёте за руку ключевых и поднимаете их на ступеньку выше. Понимаете? Вот это самое главное. Думать о людях, которых вы пригласили. И их вытаскивать. И их продвигать. Я вам сегодня кучу подсказок дала. Вы зарегистрировали человека. Вы должны ему промоушен в чате сделать. Вы должны его постоянно хвалить за всё подряд. Да какой ты молодец. Да какая ты умничка. Да у меня Наташка самая хорошая. Да умничка первый урок прошла за три дня. Вау! И хвалите, и хвалите. Постоянно поднимаете человека. И он это должен видеть на виду. А мы все поддерживаем. Когда люди начинают расти. Почему? У них уверенность появляется. Крылышки растут. Мотивация. Организованность. Ответственность. Они уже должны соответствовать тому, что о них говорят. Правильно? И тогда вы быстро-быстро бежите по карьерной лестнице. Конечно. Ребят, может быть такое, что люди будут отваливаться. Даже те, кого вы хвалите. И вроде бы всё хорошо, будут отваливаться. Это неизбежно. Но у кого-то какие-то ситуации. Кому-то муж запретит. Кто-то родит. У кого-то токсикоз зверский. У кого-то там, я не знаю, планы поменяются. Интернет отключат. Что угодно может произойти. Может человек не готов морально к бизнесу. Он хочет работать на дядю. Что угодно. Бывает такое, что люди с уровня даже 15-17% уходят. И в нашей команде такое было. И в каждой команде, ребят. Поверьте мне. Есть люди, у меня, например, в команде есть несколько человек, которые сейчас на уровне 22%. Но максимум, что они делают, это заказ на 30 баллов. Но под ними команда 22%. Вы не удивляйтесь. Потому что все люди разные. А скажите, а вы можете бросить? Вот какая причина может случиться, что вы бросите? Всякое же бывает. У кого есть, кто может представить себе хотя бы одну причину, что бросить? А у кого есть причина, чтобы не бросать, а идти вперед? Есть такая причина? Напишите. Правильно. Значит, есть причина идти вперед. Физическая немощь. Физическая немощь. Если интернет отключат. Ну и что? А если интернет отключат, что нельзя регистрировать людей на улице? Потеря веры в себя. А как ты можешь ее потерять? Что значит вера в себя потерянная? Как такое может произойти, что ты в себя перестал верить? Только продолжать. То есть у вас должно быть все время причина, ценность, какая-то цель, ради которой вы будете двигаться вперед. И тащить людей вперед. Вдохновлять и окрылять. Тогда у вас все будет получаться. Но это мое личное мнение. Лидерство – это умение. И нужно обладать чертами характера определенными. Уметь цель свою, уметь заинтересовывать людей, организовывать. И для лидера необходимы знания и умения. Поэтому обучаться нужно постоянно. Какие качества у лидера? Честность, постоянство, самодисциплина, позитив, умение находить плюсы, лояльность, предприимчивость, энтузиазм. Круто, да? Мне кажется, у вас все это есть. Вот скажите мне честно, даже если оно, может быть, чуть-чуть хромает, но вы можете подтянуть, быть полностью самостоятельной. Вообще крутая причина. Хочу обеспечить будущее своим детям, построить большой дом, показать детям весь мир. Ну, круто, да? Цель-то какие у вас сильные, хорошие. Как можно бросать? Вот скажите честно, можно же эти качества в себе развить? Можно. Я считаю, любое качество можно в себе раскрутить. Люди такие вещи, да, с собой творят, так работают над собой. Поэтому, если вы хотите, вы это можете сделать. Почему важно быть лидером? И кто такой, да, лидер вообще? В принципе, лидер – это не обязательно человек, который там красиво говорит, обладает харизмой какой-то мощной. Нет, абсолютно нет. Это может человек быть очень скромным, сдержанным, да, но он обладает такими сильными качествами, у него такая сильная цель, и он зажигает этим. Люди идут на человека. Вы знаете, вот бывает такое, что у вас наверняка такое было, что вам люди в команде говорят, «Ты знаешь, меня вот сто раз приглашали и прислали в личку, и даже подруга звала, почему-то я вот к тебе пошла». У кого такое было? Я никому не пошла, а вот к тебе пошла. У кого такое было? Напишите. Я уверена, что практически каждый из вас с этим или уже столкнулся, или вас это ждёт в ближайшем будущем. Хотя вроде бы у вас может быть уровень свой ещё маленький, да, 3-6%. А почему? А потому что вы совпали с человеком. Он увидел в вас что-то близкое ему, и он понял, да, что-то тёплое пошло от ваших фоток, от ваших постов, от того, что вы пишете ему, или голосовые сообщения оставляете. Представляете? Да, конечно. Почему? Ну, потому что вы совпали с человеком. Всё. А его, может быть, там звали Родионова, да, а они не пошли. Мне вот девочка одна говорит, меня Алёна Родионова звала, но мне она не понравилась. Я говорю, как? Как? Алёна может не понравиться. Она говорит, не знаю, не понравилась, и всё. Вот так вот, ребят, правда, я была поражена. Если бы меня позвала Алёна, я бы бегом бы к ней побежала. Понимаете? Поэтому вы такие, какие вы есть, с теми задатками, природными данными, которые у вас есть. И вам что нужно делать? Просто это всё показывать. Показывать в лучшем виде. Да, я же говорю, у каждого из вас или было, или вот-вот случится. По-любому. Поэтому вы не смотрите на других и не думайте никогда. Нельзя допускать такой мысли, что я не такая, я не смогу, как она, говорить, я не смогу, как она, выглядеть. Вы такая, какая вы есть. Вы знаете, когда поздравляли на банкете женщину, 75-летнюю, которая за 9 каталогов стала директором, да, открыла звание директор, вы знаете, вот это было удивительно. Обычная, да, женщина, пожилая, 75 лет, вы можете себе представить? Это ведь, это ведь, ребят, не 40, не 50 и даже не 60. Ну, она нашла своих людей, свою целевую аудиторию, которая увидела, сказала, ох, ну если это бабуля смогла, так я отплю. Спасибо, дорогая. Так, я снова с вами, слышно, да? Напишите, пожалуйста, по три своих сильных качества сейчас, которые вы считаете, что это ваше достоинство. Смелее. Три качества ваших сильных, которые вам нравятся в вас. Так, Иринка, поддерживаю людей, творческая, добрая, милосердная и ответственная. Какая прелесть. Компромиссная, целеустремленная, ответственная. Отличная. Давайте всех прям ждем, чтобы каждый написал про себя минимум три качества. Пишем, пишем смелее. Не стесняйтесь, первое, что в голову пришло, сразу пишите. Там, два человека написали из 15. Даже кто в гости зашел, все пишут. Терпеливая, настойчивая, объективная, супер. Терпение, это, кстати, очень сильное качество. Люди его годами нарабатывают. Ответственная, терпеливая, прям не пишите ответственность, пиши. Я терпеливая, умею вести за собой. Ответственная, строгая, требовательная, могу поддержать и вдохновить, это точно. А еще позитивная, Маша. Костикова, Наташа. Ответственная, пунктуальная, целеустремленная, добрая, отзывчивая. Честность, ответственность. Я честная, ответственная. Ирина, добрая, ответственная, целеустремленная. Все написали? Мне кажется, не все. Настойчивая, миролюбивая, ответственная, люблю помогать людям. Супер. А еще вы красивые, умные, обучаемые, классные, просто. Вы самые потрясающие, посмотрите, какие вы суперские. А теперь у вас задание будет выбрать любого человека из команды, кто сейчас присутствует. Любого выбираете, да, близкого, не близкого, как для вас человек проявляется. И про любого напишите одно хотя бы минимум достоинства. То есть вы пишете, например, имя, фамилию, и что вот вы об этом человеке думаете. Одно, два, три тоже в качестве. Даша у нас упрямая, это точно. Ох, упрямая девчонка. Выражение своих мыслей интересно. Да, ну так и пиши, я супер блогер. Искренне. Супер. Даша Самохина. Активная, честная, открытая. Классная. Давайте, каждый обменивается комплиментами. Кого угодно, выбирайте на ваш вкус. Люба. Целеустремленная. Да уж, это точно. А позитивная какая? Наташа. Костикова. Добрая, улыбчивая, искренняя. Класс. Маша. Добрая, позитивная, целеустремленная. Дашенька. Умная, ответственная, общительная. Сейчас сколько вы про себя узнаете. Давайте, кто еще кого зовут. Пархоменко. Целеустремленная, упертая. Люба. Умница, честная, умеет правильно поддержать любую ситуацию, открытая. Ага. Надя Маркова. Спокойная, открытая, умная. Ну-ка еще, кто у нас не охвачен комплиментами? Наталья Варгина написала. Ага, Наташа. Молодцы. А я хочу про вас, про каждого сказать, что вы мне самые родные, самые близкие. Вы такие красивые, классные. Я столько много от вас беру всегда, и вы меня вдохновляете каждую минутку. Ой, даже мне комплимент прислали. Активная, красивая, умная, позитивная. Ого, просто классная. Да, вы все очень классные, молодцы. Миша ответственный, копающий в глубину. Ох, Миша копающий, это точно, развивающийся. Наташа Гришина, умничка. Мне очень нравится, как ты раскрываешься с каждым днем мощнее и мощнее. Мне нравится твоя вот эта вот внимательность и четкость, молодчина. А еще ты очень красивая. Про кого еще не сказали? Давайте я каждому сейчас комплимент. Наталья Варгина умная, целестремленная, активная. А Григорьева Наташа у нас здесь еще есть. Это же маленькая принцесса, такая настырная, такая настойчивая. Она мне каждый день меня направляет, да, как вот сделать еще лучше для команды. Знаете, такие люди называются серый кардинал. То есть она потихоньку, да, сама невидимая, но направляет очень грамотно. Куколка, да, все куколки. Ребят, как ощущения, скажите, когда было комфортно, когда дискомфортно? Что больше понравилось, про себя говорить или про людей? Когда эмоции были выше? Куколки мои. У нас, знаете, дома кот и собака. И когда я беру собаку на руки и говорю, какой Манни красивый, он весь трепещет, а кот себе места не находит, аж рядом запрыгивает. И я ему говорю, какой красивый, он прям мурлычет. Понимаете, про людей проще. А приятнее было, что когда про вас говорили или когда вы писали про кого-то, про себя тяжело, да, комплименты говорить. Надо учиться. Понимаете, вот это очень важно. Стать перед зеркалом каждый день. Это запишите себе задание. Каждый день стоять перед зеркалом и говорить себе комплименты. Пять комплиментов. И знаете как, не просто там красивая, умная, целеустремлённая, а прям смотрите на себя и говорите, какая же я красивая, какие глазки, какие бровки, какой носик, а губки какие, а волосы. Знаете, вот это очень важно, поднимать свою внутреннюю самооценку. Потому что только тот, кто любит себя, да, способен любить мир. Поэтому начните с себя и делайте отчёт. Да, одну минуту. У тебя сегодня серьёзно? Вот, я, видишь, угадала. Ребят, люди будут вас замечать, когда вы будете проявляться. Поэтому проявляйтесь ярко, не жадничайте. И всё получится. Встройте бизнес. Какие вы такие команды. Итак, давайте разберём. Лидер. Какой он? Какой он лидер? Лидер решает все проблемы. Он их не создаёт. Ребят, нам платят за то, что мы решаем проблемы. На лидере все проблемы заканчиваются. Есть такое выражение. Негатив вверх, позитив вниз. Как вы это понимаете? Негатив вверх, позитив вниз. Как вы это понимаете? Ну-ка, расскажите. У меня вот есть люди в команде, очень близкие мне уже. Не просто партнёры, а это друзья. Я один раз рассказываю нашему партнёру, делюсь там негативлю, короче. Думаю, ну мне же надо тоже с кем-то поделиться, мне же не с кем. Она мне говорит, так, а ты чё это мне тут негативишь? Я вообще-то нижнее звено, ты мне должна позитив только отдавать. Короче, поставила меня на место. Но я сказала, так терпи, и у меня некому больше сказать. Да, всё плохое вы говорите мне, да, высшестоящим спонсорам в личку. В чатах только позитив, чтобы вниз маленьким нашим партнёрам всё время приходил только позитив, оптимизм и так далее. Молодцы. Вы должны знать ответы на все вопросы. Кто-то скажет, ну это нереально. Ребята, ну вы хотя бы должны знать, где найти ответы. Вы должны ориентироваться в личном кабинете, где у вас что, как расположено, чтобы вы быстро находили, как оформить доставку, как найти этот филиал, к которому относятся. Ну почему мне звонят менеджеры, 12-процентники, говорят, а как отправить заказ вот в такой-то город? А куда выбирать? А какой филиал? Я говорю, ты открой папочку. Ты что меня по этому вопросу терроризируешь? Говорю, убью на месте. Вот, к 9% вы уже должны обладать всеми знаниями. Вы должны всё знать о компании, о доходах, как ИП открывать, зачем его открывать. Вопросы такого характера для вас должны быть уже как семечками. Щёлкать их как семечки. Лидер, он ответственный за себя. Вы прям всё это себе записывайте. За свою команду, за результаты своей команды, за проект в целом. Давайте такой вопрос обсудим. Смотрите, например, вы заходите на планёрку. Должен вести партнёр нашей команды. В расписании, например, стоит там Любовь Бутяйкина или там Наталья Гришина. Вы заходите, а в комнате пусто. То есть гости сидят, а модератора нет. Ваши действия, что вы будете делать? Прям честно пишите. Ничего значит ничего. Это вам вопрос на засыпку. А у тебя, например, нет модераторки. Ты ни разу не вела. Что будешь делать? Ну-ка, давайте каждый. Зашли на планёрку, модератора нет. А уже две минуты десятого. Так, в чате будешь искать модератора. Дальше. А в чате все молчат, все. Я не знаю, я не знаю. Позвоню Лиле Миша. Хитрюка какая. Точно, Даш, можно взять микрофон и провести планёрку. Пообщаться, да? Молодцы, да? То есть самое простое, элементарное. Быстренько взять микрофончик, да, и просто пообщаться с людьми. Просто, да, вот быстро рассказать, как я работаю. Взять какой-то метод, рассказать какую-то ситуацию. Всё, окей. Всё, я записала, что все это знают, да, как это быстро выровнять ситуацию. Что такое рекрутинг, ребят? Что для вас рекрутинг? Скажите мне честно, кто рекрутирует каждый день? Почему важно, чтобы лидер рекрутировал и писал в чате? Встречайте мой новичок из города такого-то. Рекрутинг решает все проблемы. Почему это важно? Рекрутирование, хоть на один день. Вы откатываетесь сразу назад на несколько дней. Да, вот день пропустили, ничего, посты не поставили, никого не добавляли. Назад вас откидывает на несколько дней. Всё заново. Почему это важно? Потому что на вас смотрит команда. Как вы брондируетесь, какая у вас страница. Ваша команда подглядывает и что-то от вас берёт. А вы им должны говорить, копируй меня себе, ставь, пока учишься. Бери мои посты. И вы должны думать о том, что они смотрят, какие вы хэштеги ставите, какие фотки, что вы пишете, какие ваши посты. И самое главное, они должны понимать, что они это тоже могут сделать. Что они могут это повторить. Самое главное в нашем бизнесе что? Дубликация. Как бы вы ни говорили, да, есть люди, которые говорят, что это не подходит слово. Ребят, дубликация – это по-простому, чтобы люди легко могли повторять ваши действия. Если вы делаете сложные действия, или у вас постоянно, да, что-то идёт, например, вот у Даши Самохиной был период, несколько дней, вот такие вот посты. И мне начали все писать личку в панике. А что это? Мы что, тоже такое должны делать? Да, пошла у людей паника, они поняли, что они такое не готовы писать, они не могут. Потому что это дар. Это дар. И он не каждому дан, да, вот писать такие вещи интересные и сложные. Да, вы должны быть как трафаретик, чтобы вас легко могли повторить. Раз, два, получилось. Раз, два, получилось. То есть вы должны показывать, что это просто, это легко, это играюче. И каждый может это повторить, попробовав несколько раз это сделать. Да, вот это очень важно. Мне однажды Туровский сказал, перестань звездить. Я когда, да, в офисе, я там все брала на себя, я всех красила, мазала, я проводила одной рукой макияж, другую презентацию. И он мне говорит, прекрати, тебя никто не сможет повторить. Я аж, знаете, села на попу и говорю, в смысле? Я же им показываю, как это круто, как легко. Он такой, нет. Они смотрят на тебя и понимают, что я такого никогда не смогу сделать. Ты должна быть простой, человеческой. Да, чуть-чуть, чуть-чуть лучше, чтобы было к чему стремиться. Но ты должна их научить это делать, а не сама все делать. Вот это было для меня открытие, почему я много лет, да, торчала на одном уровне, потому что я все за всех делала постоянно. Поэтому, ребят, вы должны быть простые, доступные, легко повторяемые, да, как трафаретик. Вы должны владеть разными методами рекрутирования. Не обязательно, что вы всеми ими рекрутируете. Нет. Но вы должны знать, как делать, например, в Инстаграме, как делать ВКонтакте, как в Одноклассниках. Если не знаете, посмотрите пару роликов, чтобы вы были в теме. Я, например, в Одноклассниках не рекрутирую. Хотя у меня оттуда, я сегодня взяла пост, поставила, у меня оттуда два плюсика сегодня. Я только там поздравляю с днем рождения, пишу комплименты, да, с днем рождения поздравляю. Все, и посты. Больше я там ничего, я ни в друзья не добавляю, я ни в группах, нигде не пишу. Я боюсь, что меня заблокируют. Потому что у меня там одна страничка вот осталась моя, которую мы три месяца вырывали из лап модераторов, мне ее вернули, потому что там очень много друзей. Но я знаю, как рекрутировать в Одноклассниках. Я могу научить этому. Вы должны знать разные методы. Потому что кто-то в вашей команде попросит, чтобы вы его научили в Одноклассниках. А вы говорите, а я не умею, я там не рекрутирую. Не прокатит, надо уметь, учитесь, да, хотя бы знать, ориентироваться, где там что и как. И лидер рекрутирует всегда, постоянно. Лидер и инициатива. Ребят, ну скажите, вы можете всегда поддержать партнера? Честно. В любой ситуации. Я думаю, что вы можете это сделать. Признавайтесь. Если там человек говорит, ой, я там не могу заказ скинуть, у меня висит интернет. Да, конечно, давай помогу. Ой, у меня не проходит регистрация. Давай вместе разберемся. Звони на горячку, выясняй. То есть, да, поддержать. Не сделать за партнера, но поддержать словом, делом. Да, мы вместе, мы вместе. Не вместо, а мы вместе. Мы с тобой сейчас справимся. Давай показывай экран, сейчас я тебя всему научу, подскажу. И хвалите. Ой, какая умничка, да какая ты обучаемая. Слушай, как с тобой легко работать. Да, Наташа Григорьева, сегодня прям был яркий пример, когда, да, мы прям поддержали Юльку, партнера. Очень здорово. И она, мне кажется, так окрылилась, надеюсь, да, что... Да, чего не знаете, вы всегда можете получить поддержки от вышестоящих. Вы должны научиться проводить все. И мы с вами все это будем учиться делать. Если вы уже умеете проводить собеседование, вводники, презентации, тренинги, круто, значит, вы будете еще совершенствоваться. Лидер не ищет причины, он просто делает. Делает свой бизнес сам. И всегда на связи. Вот что очень важно, никогда не перекрываться. То есть, чтобы вас люди могли найти где угодно. Вайбер, Ватсап, Скайп, Телеграм, в Одноклассниках, ВКонтакте. Ну, вообще, позвонили, чтобы вы были всегда доступны. Если вы знаете, что вы улетаете за границу и будете там вне зоны доступа, пока летите 9 часов там из Москвы на остров Пхукет, то вы пишите в чате там, ребята, 9 часов, мы без связи там, или мы только на связь выйдем через сутки, мы вне зоны доступа, мы в небе. Ну, чтобы люди знали, что вы в небе, и они знали, куда обратиться. Хорошо? Вот это очень важно. Вот, и у вас сейчас задание такое будет. Вернее, это будет домашнее задание. Мы с вами разберём, как это делать. Потому что вот это колесо, оно, да, разное бывает колесо жизни, когда мы там семья, отдых и так далее. А это у нас колесо лидерства. То есть вам нужно будет прокачать свои навыки и понять, что мне нужно подтянуть, над чем поработать, чтобы вы себе поставили правильные цели в этом проекте. Потому что в ГУРе, да, в ГУР каждый пришёл зачем-то за своим. Но вот чтобы вы лучше поняли, что вам здесь особенно нужно прокачать и проработать, вам поможет вот это колёсико. Давайте начнём, например, с самого начала. Навык приглашений. По пятибалльной шкале вы ставите себе оценку, как вы легко можете приглашать людей. Прям вот легко. И не важно где. На улице, знакомых позвать, на вечеринке вы с кем-то познакомились. Как вы легко можете завязать вообще отношения с человеком, обменяться контактами, чтобы потом пригласить к себе в команду. Наук приглашения в соцсетях. Вот насколько по пятибалльной шкале вы себя оцениваете? Пишите прямо в чате. Сейчас разберём. Давайте. Каждый, каждый прям. А кто у нас летает туда-сюда? Не пойму. То 14 человек, то 15. Так, на троечку, на 4 с минусом, 4, 3, 5, все прям. Вот насколько вы оцениваете навык своего приглашения? Онлайн и онфлайн. Ну, вообще, в принципе, как ты легко можешь ориентироваться, с человеком познакомилась, как с ним дальше продолжить? Троечки. А теперь скажите, что вам нужно научиться, какой навык или что-то, над чем поработать, чтобы вы себе могли поставить 5? Вот что вам нужно доработать? Какого опыта? Здесь вот нужно подробно расписать. Прям очень важно подробненько расписать. Отпишите навык приглашения, ставите себе цифрку, сколько вы поставили, пишите, чтобы я могла себе поставить 5, мне нужно научиться отработать возражения. Или мне нужно изучить досконально презентацию, чтобы я могла ее легко, уверенно рассказать, хоть ночь у меня разбуди. Даши плюсую. Отточить работу с возражением до совершенства. То есть вы сидите и думаете, а что мне нужно прокачать, какие или мои личные качества, или какой опыт мне нужно получить, обрести его, да, именно. Например, как у меня было. Я очень общительная. В принципе, я всегда легко могла заговорить с любым человеком. Легко вообще. В магазине, в очереди, на улице, на прогулке, в парке. Я с любым практически человеком могу заговорить. Без проблем. Если мне человеком панирует, да, я хочу, я найду какие-то зацепки, чтобы с ним начать разговор. Но у меня дальше всегда был стопор. Все, я заговорила. Все, вроде бы, да, общение пошло, даже познакомились. А дальше, как перевести на бизнес, как с человеком дальше продолжить общение. У меня был полный стопор. Вообще, вот просто тупо, тупо, все, стопор, стена кирпичная, хоть плачь. И я не знала, что делать. И я поставила себе задачу научиться, как вот дальше продолжение делать с человеком. Подглядун. Классно. Кто это подглядун? Признайтесь, кто это такой подглядун? То есть, да, вот мне нужно было... Вот именно такая задача. Ну, вообще, с юмором прям классно. Ну, признайтесь, кто это, интересно же. И я прям пришла к спонсору, говорю, научи меня, как... Ну, Тролова, прелесть. Нет. Не-не-не, это Тролова, она прикольная вообще. И я прям пришла, говорю, Валентин, а научи меня, вот как мне с людьми дальше общаться. Я вот могу заговорить, а дальше не могу. И он меня научил. Да, я потом это в тренингах нашла, в роликах и так далее. То есть, у меня была такая задача. Если она у вас есть, то вы её должны прописать. То есть, сначала вы прописываете себе всё, что вам нужно. Берёте... Вот расписали, прям подробненько. Берёте следующий навык проведения встреч. Пишите себе оценку, насколько я могу провести бизнес-встречу, зацепить человека. Интересно рассказать, выявить его потребности, вывести его на откровение. Даже по телефону это может быть, по скайпу. Если вы ставите себе, например, 4 или 3, но не 5, то вы дописываете. А что мне нужно ещё подтянуть, чему научиться, какую презентацию мне выучить, чтобы я могла себе поставить 5. И так по каждому пункту. Кто понял задание, поставьте плюсики. Кто не понял, поставьте минус. Таня, интересно же... Таня, ты обязана здесь быть, тут твои люди, а ты из ключевой команды. Почему тебя... Сейчас, секундочку. Алё? Да, Леночка, добрый вечер. Хорошо, приду к 11. Договорились. Всё, спокойной ночи. Пока-пока. Так, Дашулька не поняла. Даш, ну вот смотри ещё раз. У вас в задании будет вот этот рисуночек, чтобы вы могли подсмотреть. Вы берёте, выписываете первый, например, навык приглашения. Ставишь себе... Вот нельзя отвлекаться. Ставишь себе оценку. Например, там 4. Да, как я умею приглашать. И дописываешь, а с чего мне не хватает, чтобы я себе поставила 5. Что мне нужно научиться чему-то, да, или какой опыт обрести, какую-то книжку прочитать, или ещё что-то, тренинги посмотреть, чтобы я себе могла сказать, что я могу пригласить вообще любого человека. Вообще, я любого могу человека зацепить этим бизнесом. Понятно? Берёшь следующий навык проведения встреч. А умею ли я проводить вообще встречи? Да, до ноль вообще. Я даже не писала, как рассказать об этом бизнесе. И пишут, что мне надо научиться посмотреть там 100 презентаций разных спикеров, там от разного лидерского состава. Мне нужно переписать её. Мне нужно её выучить наизусть. Мне нужно её сначала провести подушке, кошке, собачке, маме, папе, братику, сестрёнке, мужу, там, парню, машине, квартире, окошку. То есть мне её нужно рассказать 150 раз, потом я её буду рассказывать уже на 5. Итак, по каждому пункту. Навык работать с каталогами. Вы можете просто привязать к 150 баллам. А могу ли я, да, легко набрать 150 баллов? Например, брать себе всегда, на 6 тысяч – это может быть накладно для какой-то семьи, да? Но это реально. Для кого-то это сейчас нереальная цифра. А я могу собрать заказ. У меня сейчас звонила клиентка, завтра я принесу заказ на 1400. У меня есть навык. Я могу с любым человеком, в принципе, завязать разговор, потом дать ему каталог посмотреть. Я это делаю постоянно. У меня сегодня была встреча с клиенткой. Я домой принесла от одной клиентки 2200 рублей. Почему? Навык есть. Я её насвоила, научилась. Мне это интересно, мне это нравится. Потому что, да, у меня всегда живые деньги. Реально, быстро, легко. Велнос. А насколько я хорошо знаю Велнос, что я могу о нём рассказать, и люди оформят подписку. И так по каждому пункту. Все поняли? Да, я запись делаю. Запись делаю. Хорошо? То есть это будет ваше домашнее задание. Сейчас давайте подведём итог. Что вам нужно будет делать? У вас там, на сайте ГУР, мы сейчас соберём чат, да, вы все получите этот, как это сказать, ну, мы добавимся в чат ГУР, и я там скину сайт и пароль от сайта, где будут все задания. Вы заходите, смотрите все ролики. Ребят, задания объёмные, но их надо посмотреть. Просто если вы хотите из этой школы выйти супер мощными, реально прокачанными, то выполнить нужно все задания. Некоторые, может быть, да, будете пропускать, но потом всё будет понятно, кто проходил, а кто нет. Потому что, да, я же буду потом вопросики задавать, в конце-то у меня же будет подведение итогов, я точу топор. Поэтому желательно всё посмотреть, не просто вот так включить и бегать там, гладить, пыль вытирать, слушать. Вот, например, Эдуард Васильев, видео, институционное лидерство. Если вы его не посмотрите, то да, вы себя тоже очень сильно ограничите. Или не прочитаете книгу. Том Шрайтер, там такая книжечка, буквально 10 листочков. Но её, если прочитаете, у вас просто мозги так ту-ту-ту-ту-ту-ту, ого, на место встаёт. Очень мощная книга, хотя очень короткая. То есть, да, вам нужно будет выполнить все задания, которые мы выкладываем. Они не просто так даются, а для того, чтобы вы реально обрели себя, обрели, да, свою силу. Вот. Всё нужно будет делать, ну, по-простому. Задания в Google диске делаете, открываете доступ, скидываете ссылочку нам, чтобы посмотреть. Там есть отчёты, кнопочка заполняете, в чат скидываете, чтобы все ребята видели. Потому что это очень важно, чтобы вы здесь переопылились. Потому что кто-то чуть выше, да, уже развился, больше посмотрел, почитал, больше жизненного опыта. А кто-то только-только, у нас, например, Дашенька Горлинок, это вообще девочке 17 лет всего. Она ровесница моей дочки. Да, Даша, по-моему, правильно говорю, 17 лет. То есть я понимаю, что уровень, да, у всех разный. Поэтому вы должны здесь сейчас переопылиться, сдружиться, обменяться опытом, друг другу помочь, поддержать, чтобы вы потом были одной командой. Потому что у нас ребята, кто вышел из гуры предыдущего, все передружились вообще такие, всегда взаимовыручка, да, и помощь. Как неправильно? Правильно, все правильно. Вот, поэтому сейчас хочу получить только от вас обратную связь. Мы сегодня заканчиваем, да, это последний у нас слайд. Что вы сегодня для себя получили? Вот что вам было сегодня самое важное? То, что вы... Горленок? Горленок. Горленка-то наша маленькая прелесть. Хорошо. Ребят, что для вас сегодня было самое ценное? Вот с чем вы сейчас уходите? Что вы уже прям готовы применять? Какие, может быть, осознания? Может быть, что-то ёкнуло, жетончик провалился куда-то там? Так, не отвлекайтесь. Пишите, что для вас сегодня было ценным? С чем вы ходите? Какой с собой багажик уже, да, у вас большой чемодан? Сейчас вы его наполняете инструментами, опытом, развитием, да, информацией разной. Вот что сегодня вы положите в свой чемоданчик? С чем пойдёте вы сейчас ужинать или спать? Жду обратную связь. Сегодня день осознания. А что вот конкретно можешь сказать, Наташа? Узнала мнение о себе. То есть для тебя... Смотрите, ребят, как важно, да, для каждого писать в чат каждый день, а то порой пропускаю. Ну как же пропускать-то? Лидеры чат это... А у нас мы слайд не пропустили, лидеры чат. Такое чувство, что у нас один слайд перескакивал. Сейчас посмотрю. Лидер чате, лидер чате, лидер чате. Что, пропустила, нет? Был, да? А, ну всё, хорошо. То есть вы должны вдохновлять, писать, драйвить что-то. Понимаете? Понятие, почему я не иду вперёд. Осознание, да? Так, нужно запасаться лидерами, ключами. А как их вырастить? Сначала нужно вырастить... Ой, ой, ой. Вырастить лидера в себе. Ну, это всё параллельно делается. Вы знаете, за что я люблю сетевой маркетинг? Мы, когда я начинала работать, например, спонсор говорит, начинай работать с новичком. Я говорю, я же ничего не умею. Он как-то умеешь как-то заказ выбрать из каталога, рассказывай. И всё. Набраться больше опыта. По приглашению завести тетрадку со списком знакомых. Да, я вам первым показала. Наташа Григорьева обещала на планёрке показать. Но, видишь, повод пришёл, я сейчас показала. Встречи проводить не умею. Разговор на бизнес переводить не умею. И презу не умею. Отлично. Надо учиться, учиться, ещё раз учиться. Опять про тёплый рынок напомнила. Не могу его доработать. Надо всё в мозгах по полочкам разложить. Есть над чем подумать ещё раз. Анютка, надо действовать? Надо действовать? И тетрадки-то нет. Чтобы помочь другим, нужно вырасти самому и понимать правильно суть работы. Да, нужно просто постоянно развиваться и параллельно подтягивать всю команду. Прям подтягивать. Что-то научилось, быстренько их учишь. Научилось, быстренько передаёшь вниз весь позитив, опыт и так далее. И система, она вырисовывает, что она, в принципе, простая. Ребят, система работы, она, в принципе, очень простая. И она у нас есть. Главное, да, это её поддерживать человека, направлять. Когда человек учит плавать, его держат на ладошках, раз, руки убирают, он барахтается, барахтается, тонуть начинает. Вы её раз опять поднимаете под животик. Он раз понимает, что вы рядышком. Раз, руки совсем убираете, когда человек готов. Нужно всё время развиваться и сразу применять, учить этому партнёру. Всё верно. Спасибо вам огромное за обратную связь. Сейчас все добавляемся в чат ГУР. Каждый, кто своих знает, добавьте в Телеграме. Мы тоже с своей стороны добавим. А, Миша, Миша, подождите. Я вам сейчас ссылку скину на этот чат. Миша, помоги, скинь, пожалуйста, ссылку на чат ГУР. Не помню, кто его создавал. Сейчас, подождите секундочку. Сейчас я посмотрю, если я создавала, то я вам скину ссылку. Наверное, не я. Вот, кто у нас создаёт чаты. Ага, вот ссылка. Попробуйте по ней перейти, и вы попадёте в чат ГУРа. Напишите мне, получается или нет. Кого-то вручную сейчас добавим. Да, всех по списку. У меня практически все вы есть. Подглядун, помогай своих, добавляй в чат. Всё, да, ну, я думаю, у вас всё получится. Потому что вы молодцы. Я вам сейчас сразу скину задание, что нужно делать. Всё, всем спокойной ночи. Огромное спасибо за работу. Скажите, круто, да, сегодня все поработали, прям писали. Молодцы. Всё, до связи. Всем пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова